Для начала нам нужно посмотреть задание. Для того, чтобы посмотреть задание, нужно зайти на Google Диск. На Google Диске зайти в доступное мне. Здесь выбрать папочку Fundamentals. Здесь практические задания. Практическое задание 1. Что делаете дальше? Читайте это задание и думайте над тем, как вы его будете делать. Продумывайте вашу будущую структуру проекта. Сколько у вас будет классов? Как вы их назовете? Для чего они вам? Какие там будут методы? Для чего они вам? Как вы их назовете? Про конкретную реализацию методов можно пока не задумываться. То есть пока продумывайте глобально структуру вашего проекта и какое задание, где вы будете реализовывать. Думаете 5 минут. Через 5 минут мы это с вами обсуждаем. Приходим к какому-то общему знаменателю. Я вам одно задание показываю. Кстати, подумайте, какое именно задание вы бы хотели, чтобы я вам показал. И дальше вы уже приступаете. Окей, у кого будут какие идеи, как организуем будущий наш с вами проект? Как себе видите реализацию данной задачи или... Давайте так, сколько, как вы думаете, должно быть классов? У кого какие идеи? Два класса, окей. А что в них будет? Хорошо, то есть один класс у нас будет с методами, в которых мы реализуем данные задания, правильно? А один класс будет... А что значит исполняемый? Ну, в котором будет метод main. А в методе main мы будем вызывать методы, которые вот здесь реализовали. Для того, чтобы проверить, а как же они работают. Зачем так делать? Чего вообще один класс не сделать, например, да? Можете за любое место вот тут сесть. Там везде розетки есть. Зачем делать два класса? Смотрите. Если прочитать задания, то как бы эти такие методы слегка разрозненные, реализуют какие-то отдельные задачи, ни с какими объектами не связаны. Ну, просто метод, который что-то делает. Его можно назвать методом утилитой. Такие методы делают статическими. Чтобы их можно было вызвать в любой момент из любого места программы, не создавая никаких дополнительных объектов. Просто взяли, вызвали метод и он нам вернул результат. Например, как метод расчета косинуса. Нам нужно посчитать косинус. Мы взяли этот метод, вызвали, посчитали косинус. У нас здесь тоже такие задачи, которые в принципе подразумевают, что их вызвали и получили результат. Вызвали, получили результат. Такие методы называются методами утилитами. Их обычно делают статическими. Класс у нас тоже не является как бы отдельным приложением. Да, просто это класс, который будет содержать набор методов утилит. Можно сказать, что это библиотечный класс. То есть мы с вами сейчас как бы пишем не приложение, а отдельный вспомогательный класс, который в будущем можно будет использовать в различных приложениях для решения каких-то задач. Например, надо нам проверить треугольник на прямоугольность. Взяли метод из этого нашего класса и его использовали. Такой вспомогательный класс. Их называют библиотечными еще или классами утилитами. Есть библиотеки, которые решают какие-то задачи и это не приложение. Это просто библиотека, которая решает какую-то задачу. Библиотечные классы не содержат методов main, потому что они не приложения. Поэтому мы сюда метод main и не ставим, он здесь лишний. Но проверить нам работоспособность тех методов, которые мы написали, нужно. Поэтому мы создаем еще один отдельный класс. В нем создаем метод main и из этого метода main вызываем наши методы, чтобы проверить, что они действительно работают. Понятная идея? Окей, а как классы называть будем? У кого какие идеи? А? Ну это с методом main можно АПП назвать. Ну это я люблю АПП, ну окей. Это название еще обсудим. А наш основной класс? Тестовый класс он грубо говоря по себе не особо важен в том смысле, что он существует или используется только на этапе разработки. То есть когда мы с вами класс разработали, оттестировали, он уже не нужен. То есть все тестовые классы убираются из продакшн версии нашей с вами библиотеки. Тесты только нужны на этапе разработки. А как основной класс назовем? Мы же ради него это все тут делаем. Смотрите, класс надо назвать так, чтобы было понятно, зачем он. А? TaskOne, ну... А вы через месяц будете помнить, что было в первом задании? То есть вот через месяц вы видите класс TaskOne. О чем он вам говорит? А что в нем? А надо так, чтобы вы увидели название и поняли, что внутри. Все. Ну до девятого. Ну десятое оно как бы слегка выбивается из описего контекста. Да, поэтому давайте пока. Вот первое и девятое в принципе они... С первого по девятого в принципе они... Ну... Общей идеей объединены. Я бы сказал, работа с переменными и работа с циклами. Шучу. Вы же будете знать... Ну... Смотрите. Если вы напишите TaskOne, то через месяц вы что такое TaskOne точно не вспомните. Через недели через три вы уже не будете помнить, что там за TaskOne был. Что вы делали на первом практическом. Поэтому все классы в будущем надо называть говорящими за себя названиями. Например, класс String. Прочитаете название класса и понятно, что это класс по работе со строками. Класс Math. Класс для хранения каких-то математических методов по расчету каких-то математических функций, формул и так дальше. А у нас класс для работы с примитивными... Ну... для тренировки работы с примитивными типами и циклами. Причем все там статическое. Поэтому можно назвать SimpleDataType. Примитивные типы данных. LoopsUtils. Что это значит? Это значит, что там... Слово Utils говорит о том, что внутри все статическое. Loops и SimpleDataType говорят, что класс для работы с примитивными типами, циклами. То есть, у вас названия сложные, это не страшно. То есть, если у вас здоровое название, это не страшно. Главное, чтобы это название описывало для чего этот класс. Чтобы... Почему? Вы открываете какую-то библиотеку, а там вот столько классов. Вот такой перечень классов. Заходить в каждый и пытаться понять, о чем это, вы неделю в ней разбираться будете. О, класс, давайте зайду. Час почитал. Не, не мое. Следующий класс открыл. Еще час сижу, втыкаю. О, не, это тоже не то. Вы прочитали название классов и вы примерно уже понимаете, для чего каждый из них нужен. Вы потом открываете нужный вам класс, по вашему мнению. Читаете, что внутри, какие методы. И находите те методы, опять же по названию, которые на ваш взгляд вам подходят. Читаете описание метода, в описании метода обычно, ну в комментарии. Напишет, пишется для чего он. О, да, это мое. Если вам надо еще более глубокое понимание, что оно делает, начинайте разбираться с методом, с кодом этого метода. Ну, обычно в реализации уже не лезут. Ну, хватает просто документации почитать. Какой? Сумма неопределенного количества элементов Самому написать. Пишется Стройного, по-моему, нету. Прям так, чтобы суммировал все элементы. По-моему, нету. Он легко пишется самостоятельно. Поэтому Как бы Ну, я, может, в какой-то библиотеке есть, но я лично, если надо, было такое. Я сделал, писал сам. Три строчки пишется. Понятно? Идея для названий. То есть все поля, все методы, все классы надо называть максимально понятно. Чтобы увидел название и уже примерно понял, для чего это и как с этим работать. Потому что если называть как-то абстрактно, ну, вы себе просто усложните жизнь в будущем. Вы через месяц откроете свой проект, чтобы в нем что-то поменять и ничего не поймете. И будете думать, ё-мо, это я писал? А что я так это назвал? Вообще непонятно. То есть А еще хуже, если это откроет человек, который еще и не это писал. Мало того, что название непонятно, я вовнутрь захожу, а там тоже все непонятно. Ясно? Хорошо. Как называть тестовые классы? Смотрите, для того, чтобы, опять же, было понятно, для чего этот класс. Ну, я писал аппп, то есть это как бы пример приложения, ну, просто примеры, аппликейшны маленькие. Вы же сейчас будете писать тестовый класс. Ну, класс, задача которого протестировать другой класс. Поэтому логичнее всего его назвать как? Название класса, который вы тестируете, и в конце дописать тест. То есть Simple, Data, Type, Loops, Utils, Test. Все. В конце видим слово Test. Значит, этот класс нужен для того, чтобы протестировать класс с названием, которое предшествует тесту. Все. Десятое задание. Оно как бы больше к банковской сфере относится. Можно вынести его в отдельный класс и назвать, например, Банк Утилс. Утилиты для банковской сферы. Спрашивайте, кто что не понял? Да. Ну, или три. Для каждого задания можно делать свой отдельный класс. Ну, класс из пяти строчек. Ну, как-то сильно мелковато. Класс для хранения одного метода не лучший вариант. То есть, классы обычно содержат несколько методов, несколько полей. Ну, класс это что-то более крупное. Получается, у вас класс стождественен методу. То есть, он содержит один метод. Зачем класс? Просто каждый класс это отдельный файл. Если у вас будет под каждый метод отдельный класс, вы потом откроете ваш проект, а у вас там 20 тысяч классов. 20 тысяч файлов, например. Представляете, это куча, куча файлов. И вы в них должны разобраться. Там надо, как бы, класс это что-то более крупное, которое объединяет более какую-то крупную логическую единицу и содержит несколько методов. Ретюрн это у метода ретюрн, да. Здесь могут быть у вас методы с аргументами, с ретюрнами, без аргументов, без ретюрнов. Ретюрн обязательно у тех методов, где тип возвращаемых данных не void. Там ретюрн обязательно. Если тип возвращаемых данных у метода void, ретюрн может отсутствовать. Ну и зачастую отсутствует. Какой пример показать? Седьмой тоже не честно. Давайте, седьмой это самое интересное. С седьмым... Вот тут вы поломаете себе чуть-чуть мозги. Седьмой хитрость седьмого в чем? Что такое простое число? Это число, которое делится только на один и на самого себя. То есть, если вы проверите число, делится ли оно на единицу и на самого себя, это не значит, что оно простое. Все числа делятся на единицы и на самого себя. Но только простые числа делятся только на единицу и на самого себя. То есть, вы берете четыре. Смотрите, четыре делятся на единицу и на самого себя. Да, это простое число. Нет. Понятная идея в чем? То есть, нельзя сделать проверку, признак деления на единицу и на самого себя. Потому что, если число делится на единицу и на самого себя, это значит целое число. Нет. Это значит просто число. Что все числа делятся на единицу и на самого себя. Но только простые не делятся на все остальное. То есть, признаком что будет являться? То есть, признак деления на единицу и на самого себя вообще проверять не надо. Потому что это все числа так делают. То есть, надо будет проверить, что это число не делится на все остальное. А тут надо будет вопросов. Все остальное это что? Число 6. На что проверять? Ну, хотя бы. Ну да. Но, по-хорошему, если вы пишете какой-то алгоритм, он должен быть универсальным. То есть, написать такой алгоритм, который бы мог проверить вам любое число. Я же говорю, алгоритм, алгоритм не перебрать все делители, а придумать алгоритм, который будет сам выбирать нужные делители. Окей. Давайте, знаете, вам... Давайте, пятое просто покажу. Здесь и циклы, и аргументы, и тип возвращаемых данных. Или у кого-то есть другие идеи. То есть, и будет вам... То есть, на основе пятого делается шестое и седьмое. Шестое посложнее, седьмое еще посложнее. Смотрите, у нас с вами задание посчитать сумму целых чисел от одного до двадцати. Давайте себе усложним задание и скажем, посчитать сумму целых чисел в заданном диапазоне. Что это значит? Это значит, что я методу... Ну... Я методу буду в качестве аргументов давать начальное значение и конечное значение моего диапазона. Или начало диапазона, конца диапазона. Он мне должен будет посчитать. Что для этого делаем? Открываем идею. У кого проектов еще нет, нажимаем File, New, Project. У кого проект уже есть, рекомендую вам для вашего приложения, для всего курса Fundamentals, писать один проект. Не делайте кучу проектов. Почему? В них неудобно лазить. Потом вам их надо будет выкладывать на GitLab. На GitLab под один проект делается один репозиторий. Будет куча репозиторий. Вы их должны будете потом шарить на ревьюеров, на меня. То есть неудобно. Сделайте один проект. Вот как я его назвал, Fundamentals и шифр группы. Можете назвать Java Fundamentals. Можете назвать Fundamentals свою фамилию. Можете какое-то другое название придумать. Но опять же, название проекта тоже должно говорить, что это такое. Что это за проект. Потому что когда у вас будет много проектов, вы будете «Е-мое, что это такое?» Там, My Project 5. Это понятно, мой пятый проект. А что в нем? Зачем я его писал? Непонятно. Непонятно, да? То есть, вы когда в будущем откроете файл. Там, мой Open Project. И у вас здесь список проектов. По-хорошему, название проектов должно вам сказать, что в нем. И вы должны вспомнить, о чем он и зачем он. Как бы первое, это вы для себя делаете. В принципе, никто другой ваши проекты вряд ли будет так сильно смотреть. Но хотя бы для себя вам должно быть все понятно. Файл. Создали проект. Теперь, когда вы создали проект, все в проекте должно лежать. Ну, все исходники лежат в папочке SRC. Вы пишите исходники. Вы пишите source коды. Все source коды лежат в SRC. И в папочке SRC все source коды лежат в пакетах. И вот как раз уже при помощи пакетов вы будете разделять это у вас практическая или это у вас домашняя задача. Понятно? То есть, структура как у меня. Пишите. Давайте лупу включу. Кто-то к нам присоединился. Сергей, выключите микрофон. Вас слышно. Там mute должен где-то быть. Вот тут вот. Вверху вот эта штука, которая опускается. Там mute должен быть. Окей. То есть. Я лупу хотел включить. Включил. Смотрите. Получается. У меня есть как бы основной пакет. ua or hua мой логин. То есть. Это домен Oracle Academy. И в логин. И там я уже раскладываю. Легче 1. Легче 2. И так дальше. Practice группы А. Сейчас мы здесь создадим с вами еще один пакет. Правой кнопкой по папочке SRC. New. И вы выбираете пакет, который хотите создать. Ну. Я клацаю уже по существующему пакету. Чтобы не переписать вон то все имя. То есть. Правой кнопкой по SRC. New Package. Здесь пишите ваш полный пакет. Если у вас его нет. Если есть. Кликайте по тому пакету. Внутрь которого вы хотите вложить еще один пакет. Я кликнул по пакету EWLHDV. И сюда пишу. Practice One группа B. Вот он появился. Теперь в этом пакете. Надо создать класс. По пакету щелкаю правой кнопкой. New Java Class. По хорошему. По хорошему. Надо пользоваться горячими клавишами. Настроить для наиболее часто вами используемых операций. горячие клавиши. И горячими клавишами будет конечно побыстрее. Но пока хотя бы так. Дальше. Создаю имя класса. Как мы с вами сказали. Методы будут у нас утилитами. То есть пишу паблик. Публичный. Статик. Статик говорит о том, что это статический метод. К статическим методам можно обращаться без создания каких-либо объектов. Просто можно вызывать любые статические методы через имя класса. Тип возвращаемых данных. Какой у нас будет? Нет. Мы сейчас метод реализующий пятое задание делаем. Нам даже сначала сделать что проверять. А потом кто это будет проверять. Ну. Сумма целых чисел скорее всего int. int. Назовем как? С кого какие идеи? Кто по дистанционной форме можете высказывать, включать микрофон и голосом тоже свои идеи озвучивать. Что метод делать будет? Сумма целых чисел int. или int. Сумма целых чисел? Или int. Чтобы было понятно, что эта штука будет делать. Что будет в качестве аргументов? Два числа… А что они будут значить? Значит, аргументы как назовем? А? Можно start, end, да? А типа какого будут? int, то есть int start int, end А суммировать, как эти числа будем? Кто как видит реализацию себе этого метода? Цикл какой? for со счетчиком forE и начальное значение счетчика какое будет? Start Условия Да А что внутри делаем? А? А почему start плюс 1? И плюс 1 Что здесь делаем? Как просуммировать диапазон? О Какая? Нам нужна еще одна переменная sum Чему будет равна? 0 И что мы с ней делаем? А что на единицу? А что плюс старт? Что мы в цикле будем делать? Что? Да 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 О Сам плюс равно i То есть мы в сумму накапливаем значение счетчика А счетчик как раз будет перебирать числа нашего диапазона Счетчик у нас от старта до end Например от 10 до 20 меняет свое значение мы эти 10, 11, 12, 13 все в сумму складываем Что? Ретурнить будем? Вот в принципе мы с вами получили реализацию метода суммирующего числа в заданном диапазоне А? Да Теперь нам это надо проверить То есть Ну Методы в принципе В принципе очень редко что-то печатают в консоль Консоль обычно используется для логов То есть что такое логи? Ну для логирования То есть вы туда пишите ошибки И вы туда пишите какие-то важные события То есть в логе отображаются важные события И ошибки Все Консоль обычно не засоряют в консоль Выводами какими-то То есть Вы должны открыть Консоль Или открыть лог файл Который Ну в лог файл пишется все что пишется в консоль Зачем? Потому что консоль она не бесконечная Да Она Ну То есть у вас приложение работает И Консоль периодически Стирает данные которые выводились раньше И Чтобы Данные которые выводятся в консоль Хранились долго Их сохраняют файлы В лог файлы И Открыв лог файл Вы должны как бы проанализировать Корректность работы вашего приложения То есть вы открываете лог файл Смотрите не было ли ошибки Важные события Там например у вас Каждый там час Должно что-то происходить Автоматически Вы смотрите Происходило ли это каждый час Там Было ли какое-то архивирование Бэкопирование Какие-нибудь Синхронизации Проходили ли все эти важные этапы Жизненного цикла вашего приложения Или нет Ага все хорошо Все работает корректно О есть ошибка Смотрим Что за ошибка Почему была Надо Как ее устранить То есть логи Это инструмент Для Разработчика Или того кто Осуществляет Поддержку Приложения Проверить А все ли нормально Мы с вами в консоль Постоянно выводим Ну чтобы как бы Отследить Что действительно То Что мы с вами делаем Работает так Как мы хотим Научиться работать С какими-то Конструкциями Посмотреть Как они работают Что они возвращают Ну чтобы наглядно было видно Теперь нам надо этот класс протестировать Точнее этот метод На этого как мы сказали Создаем еще один класс Называем его Так же как назывался наш Тестируемый класс Тест И в конце Дописываем До конца Дописываем Тест Еще раз Вопрос не услышал А? А? Ты думаешь Ок Это он мне говорит Добавить Гид Говорю добавить Вот у меня появился SimpleDataType Loops Utils Test Здесь PublicStatic Вводит Main Метод Main В методе Main Как раз и будем Осуществлять тестирование Если я просто Вызову этот метод У меня просто в консоли напечатает какое-то число А так как я здесь буду тестировать 9 методов То у меня будет мусор Из непонятных Чисел Буковок Еще чего-то То есть Для читабельности Я должен как-то прокомментировать Что это за число тут у меня вылезет Поэтому Пишу System.out.println Например Test Test For For Fifth Task Ну это такая просто как бы Комментарий к тому что сейчас вообще Происходить будет Потом я объявляю например Int Start Старт Ох ты Старт С какого у нас там по заданию с нуля Потом Int Ну можно так конечно подробно не расписывать Но для начала будет полезно попрактиковать And Потом Int Result Результат работы моего метода Пишу имя класса метод которого я хочу вызвать Ставлю точку Имя метода Методу даю аргументы Старт Значение аргументов И End Вот Вот мы с вами уже в переменную получили искомое значение Теперь осталось это вывести в консоль чтобы ласками это увидеть System.out.println И Здесь могу опять написать Sum Int Numbers 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 From Begin Start To End Is Disho Result Ну так просто расписал Тут плюсик забыл поставить Тут Не Тут Тут Есть Такое Где можно запустить Для запуска можно использовать Ctrl-Shift-F10 Можно Кликнуть по классу правой кнопкой и нажать Run SimpleData Наш класс Вот Main В принципе результат тот же Давайте сделаю перенос Клик Одну На Одну Страницу помещалась Вопросы Давайте Это Выведем Оба Класса на один экран У М М М М М Видно? Только вот тут что-то не всё видно. Продолжение следует... Хм. Как тебя подвинуть? Хм. 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 у вас два класса. К концу второго курса у вас будут 50 классов. Если вы это напишите в один класс, во-первых, оно работать не будет, во-вторых, этот класс будет порядка тысячи строк или две тысячи строк и в нем ориентироваться будет нереально. То есть надо пытаться с самого начала логически правильно пытаться организовать структуру вашего приложения. Потом переучиваться будет тяжело. Часто будете делать то, что касается, кажется, то зачем оно нужно? Комментарии, зачем их писать? Разработчик тратит 70 процентов времени на оформление кода. 70 процентов времени будете оформлять ваш код, а не его писать. То есть правильные названия, переменных, методов, классов, создание документации, создание комментариев, оформление каких-то тасков и так дальше. То есть это занимает больше времени, чем сам процесс разработки. Да. А где там вывести диапазон? Вернуть диапазон чисел? По-другому никак, да. Просто мы не учили пока. Все просто из методов напечатать. Ну а несколько чисел можно вернуть до массива. Понятная идея. То есть попытайтесь структуру тоже как бы за структурой следить, потому что часто бывает проблема понятно как написать, непонятно как это все по классам разложить. А неправильная архитектура потом боком вылазит. Вы потом не можете повторно использовать какой-то кусок кода или он начинает конфликтовать с каким-то другим куском кода или имена пересекаются. Поэтому надо сначала все продумать, а потом только делать. Есть вопросы? Окей, тогда запись я останавливаю. Програм walk. Престите. Простите. Простите. Продолжение следует...